С новой крышей теперь детский сад номер 34. Старая кровля дошкольного учреждения уже не единожды давала протечки и давно требовала ремонта. Результаты проделанных работ на этой неделе оценила специальная комиссия. Ремонт кровли производился по новым технологиям. Крышу покрывали жидкой резиной, распыляя из специального оборудования. Такая технология с успехом несколько лет применяется, например, в Новосибирске. В Славгороде ее используют во второй раз. Первым ремонт мягкой кровли был выполнен на здании детского сада номер 36. Как отмечает предприниматель, генеральный подрядчик Виктор Меркушев, в отличие от старого рубероидного покрытия, это гораздо дешевле и безопаснее. Все делали по-новому. Снимали старую кровлю и делали стяжку. Преимущество жидкой резины в том, что она бесшовная. Из гарантии у нее 20 лет выдерживает температуру от 50, плюс 50, минус 60 градусов. То есть для нашего региона это приемлемо. Площадь ремонтируемой кровли составила 1360 квадратных метров. С объемом работ строители справились в достаточно быстрые сроки. Теперь специалисты уверены, крыши не страшны, ни дожди, ни снегопады. Сумма, затраченная на ремонт кровли, 1,25 млн. Работы длились в течение 30 дней. Работы приняли, работами довольны. То есть новая технология пока показала себя с лучшей стороны. То есть те проблемы, которые мы наблюдали с мягкими кровлями, это примыкание и стыки ковровых покрытий здесь отсутствуют. Но будем надеяться, что кровля поведет себя в дальнейшем достаточно благополучно. Результаты работы комиссия оценила. В ее составе первый заместитель главы администрации Виталий Самобучий, специалисты управления градостроительства и архитектуры, предприятия градостроительства и землеустройства, комитета по образованию. Довольны результатом и сотрудники детского сада номер 34. Акт о приемке выполненных работ подписан. Это было очень больное место, кровля. Бежал практически весь второй этаж, поэтому очень сильно требовался ремонт. Для нашего учреждения это очень важное событие. Даже вот уже на протяжении августа месяца, когда шли сильные дожди, протекание кровли не намечалось. Работала бригада очень хорошо, несмотря это жара или холод, несмотря это выходные или это праздничные дни. Поэтому, честно сказать, мы очень рады, что у нас все-таки произвели ремонт мягкой кровли в саду. Спасибо большое. Добавим, что на ремонт кровли детского сада номер 34 были привлечены в небюджетные средства.